В Израиль впервые приехал и дал два концерта новый камерный еврейский оркестр Дрездена, созданный в 2007 году еврейской общиной города совместно с Высшей школой музыки. Дирижер оркестра Михаил Хуршель, родом из США, выступающий в Германии с разными коллективами, загорелся идеей вернуть Европу музыку запрещенных нацистской Германии и несправедливо забытых еврейских композиторов. Эта музыка, она не забыта, потому что ее забыли. Она забыта, потому что нацисты в свое время очень хорошо поработали даже над этим. Они уничтожали не только композиторов, но и книги, писателей, но и ноты. Они уничтожали архивы, поэтому очень многое было утеряно. Это, можно сказать, музыкальный клад, который не каждый знает. Да, который забыт. И мы стараемся опять преподнести это публике. Допустим, Землинский струнный квартет, который переложен для камерного оркестра, по-моему, потрясающий, по-моему, очень красивый. Это стоит играть. Александр Цемлинский, успешный и очень популярный в довоенное время австрийский дирижер и композитор, в 1938 году, после прихода нацистов в Класте, переехал из Вены в Соединенные Штаты и в 1942 году умер в Нью-Йорке, забытый всеми. Его ля-мажорный квартет написан в США еще до начала войны. В камерном еврейском оркестре Дрездена 23 исполнителя на струнных, кстати, не только евреи, играющие в других профессиональных оркестрах Германии. Нам всегда, как и многим евреям в Советском Союзе, вот эти еврейские традиции не хватало. А проект вот этой нашей новой еврейской филармонии, то, что мы играем музыку композиторов мало того, что еврейских, а еще и тех композиторов, которые подверглись гонениям, которые были уничтожены. Многие произведения мы играем, например, впервые. Не только впервые, допустим, здесь в Израиле, но и произведения впервые были исполнены и в Германии тоже. Впервые в Израиле было исполнено андантой для струнного оркестра венгерско-американского еврейского композитора Микла Шарожа. В Европе он был известен симпаническими произведениями, а переехав в США, написал музыку, сотни голливудских фильмов и даже удостоился премии «Оскар». Не выходя за рамки еврейской темы, хотя речь и не идет о гонимых композиторах XX века, в программу был включен концерт-реминор для скрипки струнного оркестра Феликса Мендельсона. Солировать в этом концерте, написанном Мендельсоном в 13 лет, был приглашен израильцянин Сергей Островский, ныне преподающий в Женеве и концертирующий по всему миру, не забывая и об Израиле. Они меня пригласили как солиста на этот проект. Впечатление самое приятное в общении с ними. Я очень много выступаю. Приезжаю сюда и с квартетом «Авиф», и сам. Вот в этом году, например, я не думаю, что кто-то, кто живет здесь, выступает больше меня. Вот реально 20-25 выступлений в год в Израиле у меня, так сказать, вот с квартетом и сольных, и как дирижера. Потому что я считаю, что я очень дорожу этой связью с Израилем. Также впервые в Израиле прозвучала симфоническая серенада Эриха Корнгольда, австрийского композитора, умершего в 1957 году в США, где он тоже прославился музыкой к фильмам и дважды в конце 30-х был награжден Оскаром. Но, увы, забыты серенадные концерты Эриха Корнгольда, которыми до войны восхищались Пучини и Сибелиус. Сейчас и он, и другие забытые еврейские композиторы 20-го века благодаря молодым дрезденским музыкантам возвращаются к нам. А музыканты, они тоже возвращаются. Это очень интересно, и это то, что мне близко все-таки. Мы играем все-таки, как бы то ни было. Мало того, что музыка еврейских композиторов, они же были, она еще и более традиционная, она какая-то родная. Знаете, вот я приехал в Израиль, первый раз в жизни, я всегда... Давно, я не был в Израиле, я не был в Израиле, что вы думаете. Вот, я все мечтал. И то, что вот эта первая поездка для нас, как премьера вообще, для этой страны, это вот символично. В первый раз я какую-то чувствую такую принадлежность, совершенно иную, да, как бы в Германии такого нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!